Привет, моя страна! Гость с вами. Судя по пейзажу за моей спиной, вы можете понять, я доехал таки. Я доехал, несмотря на все перипетии, которые случились со мной в пути. Я в Батуми, друзья. Ну и вас приглашаю познакомить с этим городом, но чуть-чуть попозже. Но чуть-чуть попозже, потому что сейчас мы будем говорить о мотоциклах и о моем путешествии, которое я затеял в этом году. Небольшое предисловие будет, потому что некоторые файлы просто пропали в связи с погодными условиями, поэтому предисловие будет важное, нужное, полезное. Мне будет вся инфа по пересечению границ. Так что смотрим, послушаем, а потом просто дорога, крестовый перевал. И на этом все. Но будет интересно. Поехали! Так, друзья, первые 150 километров пройдены. Вот на таком капеллаце я еду. Где-то становился под Кропоткиным заправиться. Короче, прям на ходу закончился бензин практически. Ну, я на резерв переключился. Весьма так ёкнуло все неприятно. Ну вот сейчас здесь вот так вот выглядит мой мотик. Прям на телефон снимаю. Сейчас экшн включу. Не включал первые километры экшн-камеру. Вкатывался, скажем так. Вот такие у меня баулы, вот такие у меня задорные тапки сзади. Пока еду, короче. Прикольно. Жопа потеет. Но вот без этой бы шкурки, которую мне гусы не подарила, была бы вообще беда, конечно. Она хоть как-то смягчает вибрации и жесткость этого сидения. Так, конечно, я тут вообще охренел бы. 20 минут 11-го, это значит 5 часов где-то я буду в Верхнем Ларсе. Ну, сейчас светло будет. Может быть, и сегодня я пересекусь. Тут фунь не сглазить и боюсь загадывать. Ну, в общем, всё. Всё, еду дальше. Давайте. Увидимся, короче. Короче, дорога до Владика была скучна, однообразна, ничем не примечательна, поэтому даже рассказывать об этом нечего. Где-то часам к 8-ми я добрался до Верхнего Ларса. Переход границы занял, ну, общий переход, наверное, занял час. С российской стороны немножко изменилась там организация движения. Значит, фуры идут отдельно, а легковые машины загоняют такой коридор. Он достаточно узкий, то есть легковая только едва-едва проходит, и на мотоцикле не очень удобно. Я встал в хвост очереди. Но не делайте так, как я, пытайтесь пролезть, потому что сами пограничники потом как бы меня звали, проходи, прообъезжай, пообъезжай, то есть мотоциклы без очереди. Досмотры как-то кого не было. Так, спросили, что в сумках, похлопали по ним, и всё. Я выглядел достаточно так смешно среди машин. Мы увидели, как был, наверное, нагружен мой мотоцикл, такой и шаг навьюченный. Поэтому как-то они там хи-хи-ха-ха, в общем, всё весело. Почему-то спросили российский паспорт непонятно, зачем. Хотя он к вывозу, ну, вообще не предназначен. Ну, и пропустили. Где-то минут 20 я, наверное, потерял на границе. И потом жуткий абсолютно туннель на нейтральной территории, и я добрался до грузинского поста. Тут мне сразу встретили пограничники, в сторонку-в сторонку на мотоцикле. Поставил мотик и направили в кабинет один. Раньше это был 111 кабинет, сейчас их два. Значит, первый и второй. Значит, какие вопросы задавали? Потому что многие боятся, что на мотоцикле не пустят. Но без причины, я вам скажу, не будет никаких препятствий для пересечения границ. Я так думаю. Первый вопрос был, езжу ли я в Абхазию. Ну, я ответил абсолютно правдиво, я не езжу в Абхазию. И ни к чему, не зачем мне нарушать законы страны, в которые я собираюсь ехать. Спрашиваю, где работал, чем. Ну, такие общие разговоры. Все достаточно доброжелательно. Кто там говорит, что с тобой как-то жестко разговаривает? Нет, в этот раз то ли мне смена попалась такая, но все было достаточно доброжелательно. И спросили телефон, и видать, он пробил там по соцсетям меня. Короче, минут 20 интервью было, и я поехал дальше. Когда я пересек границу, я первым делом застраховался. Страховка стоит на границе 28 лари. То есть она 8 лари дороже, чем официальная стоимость ее. Это отдал я 1400 рублей. То есть у них и рубль за 20. За 1000 рублей дают 20 лари всего. То есть вообще на границе грабительские курсы, поэтому как бы имейте в виду. Страховку я сделал и покатил дальше. Доехал до Степанцминды и там заночевал. Это, наверное, оптимальный маршрут для тех, кто едет из Краснодара или там даже из Ростова. То есть за день доехать до Владика, пересечь границу и Степанцминды аккуратно заночевать. Я открылся в первый попавшийся отель, но там что-то мне сказали, что 20 лари. Какая-то сумасшедшая сумма, я поехал дальше. Нашел ее в итоге за полтинник. Отелей полно. Это я был просто очень уставший, очень. Поэтому бухнулся во второй попавшийся, более-менее приемлемого цене. И вырубило меня практически сразу. Ой, смотрите, какие холмы, какие плавные линии. И стада там пасутся наверху. Ну, мне нравится. Еще было чуть потеплее, а то я попал вчера под дождь и... Куртка не высохла. Мне прохладно. А там, смотрите, снега вообще. Вообще заснеженная. Я понимаю, почему тут так холодно. Снега тает медленно. Видел тут колясочек издалека. Не успел разглядеть кто, может, даже знаю кого-то. Колясочек такой ехал. Я тоже вовсе у меня такая мысль зародилась на колясочек. Напихать туда все и неспешно тут валить. По Грузии. Столько планов, столько планов. А когда это все реализовывать? Жизнь так коротка. А люди тратят ее хрен знает на что. Тут путешествовать надо, познавать мир людей. Общаться. А люди, наоборот, разобщаются. Всего не проехали. О, какая-то старая башня. Ух, сколько народу. Мотоциклистов много. Надеюсь, я здесь поживу какое-то время. Все будет нормально с мотиком. Это же вы представляете, какой контент можно напилить. Какие путешествия можно устраивать даже по окрестностям Батуми. А осенью, а осенью в Турцию, друзья, по побережью. Надеюсь, я уже переобую мотик к тому времени. До Шамани, вот, доведу до ума. И поедем с вами к морю. Давайте мы тут тихохода и обгоним. Нам же все-таки ехать надо. Да, на шашках, конечно, любой поворот может стать сюрпризом. Буду максимально аккуратен. Клево. Виды зашибенные. Ну, тут можно было прям с палаткой встать на ночь, но у меня палатки нет. Да и дождь пошел. Надо где-то масло поменять, друзья. Как говорится, прости, природа мать, мне надо масло поменять. Ну, в принципе, вот здесь где-нибудь можно было бы. Ладно, когда бутылка на Биглаве подойдет к концу, пластиковая, я в ней вырежу дырку и солью туда масло. Да, фуры это тяжкая история. Ехать-то люсю. Ух, вы видели? Я вошу ночью здесь, блядь, не поехал. Еле увернулся. Не, ну, блядь, ладно, ямы там, он типа выдержит. Но там арматура торчит. Реально, дорожная сетка щетинилась. Скотины на дорогах, тьма. И говна тоже хватает. Да, встретиться с такой весом 2-3 центнера, мало не покажется. Да, все, какая-то надпись. Надо стоянка. Во-первых, масло поменяю и переоденусь. Это невозможно. Мне холодно реально. Градусов 15 на улице. Но зато отдохну от жары Краснодарской. Там сейчас пекло под 40, и я уезжал прям, я ехал потный, весь мокрый. Короче, я мокрый всю дорогу. Вот здесь может было масло поменять. По России ехал от Краснодара вымок от пота, от жары. Здесь от дождя и от холода. Прикольные долины, такие реки. Да, еще бы засиралось все это поменьше, потому что столько мусора. Не знаю, на туристов сваливать, на дальнобоев или на колон. Или на местных. И камешки-то все вот они скатились с горы. Вот, очень, очень есть, потому что камнепады эти, ямы, и я ехал как-то пару лет назад на машине, и прям камешки свалились такие. Ну, наверное, диаметром, наверное, суден 30, 20, несколько. И я под себя их, короче, пригрел. Ну, последствий страшных не было там. Патрубок. Охлаждение сорвало. И я там обоссал все горы антифризом. Ну, ничего, там помогли местные, тут же выбежали. Я там постучался ночью, прикиньте, постучался в незнакомый дом. Вышли два мужика, видать, их из-за стола сдернул. И они это самое. Помогли мне, чем могли. Там воды натаскали. В общем, экзотично, экзотично, но опасно. О, сейчас вот как раз тут что-то пиздос какой-то, по-моему, взрывает. Ну, да. Эндуро. Эндуро маршруты, друзья. Что-то щепзавод, типа. Что-то, да, дробилка. Дробилка, да. Сейчас же строят все хорошую дорогу скоростную между Тбилиси и Батуми. Что-то по куску сдают, там, наверное, раз в год. Вот. И, конечно, много стройматериалов нужно. Так, дорога чистая. Ну, не говорите, что начинается перевал. Так и есть. Народ фоткается. Это снег лежит, народ выскочил, как дикари. Ха-ха-ха. И там водопад, красиво. Но мы не будем останавливаться, потому что тут достопримечательности дофига. И мне надо, как бы, сегодня приехать уже в Батуми, поэтому я тут не буду особо... Остановка, вот, надеюсь, будет на замену масла. Ну, дороги, да, оставляют желать лучшего. Вот это что так узко-то? Вообще узко. Такой жести я не помню, чтобы такие, блядь, петли были. Вот здесь где-то, да, вот здесь я камни поймал. Два года назад под машину. Вот после этого туннеля, вот здесь прям где-то. Снега, снега, холмы. Ну, такая, достаточно суровая получается природа здесь. Горная. Местная по Муккале, друзья. Смотрите издаля. А вода прям кристально чистая бежит. Прям хоть пей. Останавливаться не буду, так поглядите. Известняковые отложения какие-то. Место притяжения тут сувенирчики всякие. Вот, посмотрите. Постараюсь вам показать. Тихо-тихо, не кидайтесь под машину. Видите, какой перелив сделали. Рукотворный. Для реки. Прикольно смотрится. Прям так завораживает. Прям и тянет туда. Это мне набрызгало с фонтана или дождь начинается? Вот только мне в горах дождя не хватало. Да, спуски еще хуже, особенно для фур. Подъем еще нормально. Вот здесь мне надо разъехаться как-то. Не залезть к ней, подколелся. У-ху-ху. Я еду медленно. И нежно. Ибо я никогда, друзья, не ездил за границей на мотоцикле. Дожил до седых волос. И такого опыта у меня нет. Что они здесь делают? Сейчас какую-нибудь локацию симпотную выберу. Ну, вот здесь, например, где-нибудь. Ну, мы и заглохли еще ко всему хорошему. А тишина-то какая. Крестовый перевал, как-никак. О, я на перевале. Прикольно. Послушайте эту тишину. Это будет серия видео, конечно. Первая часть уже была, это были сборы. Вторая часть будет в основном посвящена Крестовому перевалу. Это прям такой фетиш для многих мотоциклистов, как для многих, там, я и знаю, трансфагараж. Это мой, короче, трансфагараж. Не в плане сложности, а в плане того, что давно хотелось. Когда-то это была для меня какая-то незнакомая точка на карте. Это верхний ларс какой-то. И для многих наверняка так и есть сейчас. И знать не знают, что это такое. И вот в этом особая магия путешествия в чем? Незнакомая точка на карте превращается в какую-то реальность. И эту реальность вы создаёте собственными руками. Поэтому вот он весь кайф путешествия. И я, как говорится, благодарен судьбе, что хоть на старости лет я могу исполнять свои какие-то мечты. Торопиться совершенно никуда не охота. Если бы не необходимость прибыть сегодня в Батуми, я бы вообще кайфовал бы. Слезть не могу, бля. А вот надо наклейку приклеить своё точно. Кристалл и Перевал. Какие-то письмена кто-то что-то выцарапал. Вандалы какие-то. 2395. Запах говна. Коровьё. Наверное, привыкно и пропитаюсь. Все подножки в говне. Всё в говне. Мокрый и холодно. Ох, нашел. Я спасен от холода. Так, ну всё, на Грессон перевалит. Галочку поставили, наклейку приклеили. Едем дальше. Поехали. У меня изо рта пар идёт. Что, бля, июнь, месяц. Всё, водичка есть. Сумки есть, всё на месте. Это немножко пострадало вчера сумкой, представляете? Бля, видите, я подвязал на игровку. Не проехал вчера в калитку, зацепился за фасток, наторвал его. Обидно. Не могу залезть. Подножка что-то стала. Видите, как раком стоит. Я боюсь залезать по-индурячей. Приходится ногу закидывать. Что-то она... Приеду в Батуми. Что-то подваривать там надо. Упор или что-то такое отвалилось. Будешь заводиться, нет? Вожжелал. Но чувствует, что ему тяжело. Не хватает кислорода. И бензин говно. Хоть и по три с лишним лари. В прошлом году было две с чем-то. Но это, может быть, заправка такая. Субтанцмидии особая. Ну, надеюсь, вам видно. Какая красотища. И снега. Июнь месяц. Сегодня какое число? Девятое. Девятое июня. Снега вовсю. Боюсь реально шашек. Я не знаю предела их возможностей. Поэтому, бля, улететь совсем не хочется. Извините. Тут никакого экшена не будет. Надеюсь. Буду максимально плавно проходить повороты. По пенсионному. Да, в принципе, я и есть пенсионер. Это арка дружбы народов. Ну, я здесь был. Парковка платная. В общем, идите лесом. Попсовое место не для нас. Ну, ничего там, да. Вид такой прикольный. Там озеро, это как озеро Дьявола. И чертово озеро. Я все путаю. Ну, суть-то там. Маленькое озерцо с березовой водой. Но впереди будет более интересное озеро. Я надеюсь, там будет потеплее. Забыл, как называется, водохранилище здоровое такое. Там какая-то типа крепость или замок. Там можно тоже остановиться. Прям пожрать что-нибудь. Идти поснимать, отдохнуть. Может быть, даже сподоблюсь и камеру вытащу, поснимаю. А пока довольствуемся экшн-камерой. И у меня нос отмерзает. Реально сейчас сопли будут капать на усы. Холодно. Холодно. Но кайфово. Кайфово. И прям вот такой адреналин прет. Не то, что... Ну, просто радость какая-то. И душевный подъем, скажем так. От этих путешествий у меня всегда что-то на машине. Особенно, когда никто мозг не делает. Не капризничает в дороге. Вот именно поэтому. Вот я смотрел тут Бересневича недавно интервью давал. Какому-то каналу, не помню. И он там, почему путешествуешь один, да? Ну да, я с ним полностью согласен. Один ты сам себе хозяин. Сам отвечаешь за себя, за свои ошибки. Тем более на мотоцикле. Вот так с двойкой ехать и каждый раз, не дай бог что, не дай бог что. Это же такая ответственность. А тут едешь и едешь. Мы не будем стоять за фурами. Ну, как-то так. Странный полупрозрачный тоннель. Тут, а если бы на... А если бы резина получше была? Армяне, да, армяне. Беспощадные водилы. Наверное, когда строили этот тоннель, да, ну, думали, что будет как-то это все изящно и красиво выглядеть. Что люди будут проезжать и смотреть. То есть, может было, в принципе, глупую стенку поставить, но, наверное, думали о том, чтобы люди насладились вот этими всеми красотами, этими пейзажами. Ну, что-то пошло и так, и не так. То есть, мне вот, допустим, абсолютно не так раз, чуть вид ямы не провалился. Не до красот, потому что дорога полный пиздец. На чопере я бы тут себе сраку отбил бы уже давным-давно. Визор потеет. Рюкзак съезжает. В общем, кайф полный. Нейтралка. Хуй, ключ уже. Оргазм. Полнейший. Вот самое доконченное место, наверное, вот здесь, блядь, самое неудобное, самое тяжелое, где всем фурам тяжко. Не, ну вы б, конечно, тут проехали, ща бы всех, бы тот сделали, я не сомневаюсь. А нам по-стариковски тошнить приходится. Все лезут, лезут. Да, проблемы. Это Гудаури, что ли, начинается? Походу, да. А сейчас перевал проедем, вот это все хозяйство. Там полегче дорожка будет, она такая поспокойнее, поразмернее. Лесочки. Да, это Гудаури. Это такой горнолыжный курорт. Тут всякие отельки, шмательки. Как обычно, все весьма недешево. Ну, как все в Грузии, все весьма недешево. Ну, а маленькая страна, она так и должна быть. Туризм и такой, знаете, некая... Вот им бы так и сделать. Некую элитарность такую, да. Ну, пока вот еще долгий-долгий путь. Была бы такая Швейцария. Горы. Да, ну, тут много чего, помимо моря еще. Да, давно надо было это сделать. Что-то я оттупливал. Еще и дождь начинается. Не, ну, такое испытание, да. Я все. И виза придется открыть. Заодно умоюсь. Ну, дождь такой теплый. То есть, я уже спускаюсь, реально теплеет. Уже, наверное, порядка, может, 18 градусов. Где-то так. Шкребет он. У него колеса же вокруг своей оси. Вот так. Ну, в другой плоскости, имею в виду, проворачивается. Вот тут, наверное, вид был шикарный. Ну, вот заправки достаточно много, как бы, да. То есть... Не обсохнешь. Ну, такие колоритные. У меня же персонажи попадаются. Вот эта фура... Ну, это, понимаешь, я сам не быстро еду. Но так медленно ехать, это нечто, конечно. Но от нее тепленько. Дождь стал сильнее. Это неприятно. А дорога прямее не стала. Еще и в солярии, еще и коровы. Цоп-цовы! Ну-ка разошлись. А дождик какой припустил. Кайф, друзья. Невероятный. Я просто тащусь. Без всякой иронии. Очищение такое. Дождем. А, спасибо, спасибо. Что умыли. Надеюсь, вы это видели. Это мог быть последний час, гусь. Ну, как говорится, еще не вечер, погодите. Еще не откинь, долбоеб, вылетит мне в лоб. И надеюсь, я еще не один раз будет сейф. Вы скажете, и вот, нахуй, все это. Такие риски, такие испытания. Дождь, ты да иц, мокрый уже. Жопа отстиженная, будешь неделю отходить. Для чего? Как бы мог ехать на машине. Я ездил уже на машине, друзья. Отвечу вам. Мне понравилось. А теперь хочу на мотоцикле. У меня такой, наверное, склад. Мне шестой десяток. И как бы мне хочется постоянно чего-то нового. Новых стран, новых ощущений, новых женщин.